ПЕГИ ЭЙТИН Цен будет от примерно 500 рублей до 1000, но я стараюсь не повторяться, с каждым видео список игр меняется, поэтому в описании я оставлю ссылочку на плейлист, в котором вы найдете видео с предыдущими рекомендациями игр до 500 рублей. Все, что там есть, по-прежнему актуально, так что игр вы сможете купить гораздо больше, чем будет в этом видео. Я разделю все видео на три части, в первой я расскажу об играх, которые рекомендую к покупке, во второй об играх, которые я рекомендую к покупке, но подойдут они не всем по разным причинам, а в третьей я расскажу об уже упомянутых в других видео играх, но с некоторыми корректировками. Всего получится 15 игр и только 2-3 из них будут стоить больше 1000. Ну короче, как раз примерно 10 игр до 1000 рублей получается все. И сразу говорю, не надо писать в комментариях, бо-бо-бо, почему-то вот эту игру не упомянул, а зачем-то вот эту игру вставил, это мой список, прошу заметить не топ, а именно список, поэтому создавайте свои каналы и делайте там свои рекомендации. Но можете оставить комментарий с играми, которые рекомендуете вы под этим видео и желательно с кратким описанием, вот это будет хорошо. И на телегу подпишись, братик. Я там уже в 2 часа ночи бил в колокол, что распродажа началась, чтоб ты не пропустил. Плюс там всякие новости я выкладываю, обсуждения веду и прочие прелести. Ссылка будет в описании, короче, приступим. Итак, первая пятерка в студию. Что можно купить от 500 до 1000 рублей? Снайпер Гост Вориор Контракс 2. Блять, что за название пошли? 669 рублей. Тут нужно понимать, что эта игра не ААА-продукт, не эпичный боевик, название говорит само за себя. Вы в роли снайпера выполняете контракты, но со своей задачей игра справляется прекрасно. Перед заданием вы выбираете подходящее снаряжение, можете его слегка модифицировать и отправляетесь мочить цели. В Снайпер Гост Вориор Контракс 2 есть дополнительные гаджеты, которые вы можете использовать. Стелс и всякие побочные задания. Одно время я подсел на эту игру, потому что она стала для меня методом расслабления. Я заебался играть во все эти Call of Duty, Battlefield, где постоянно бомбишь и портишь себе нервы. Контракс 2 это чистый чилл. Рекомендую тем, кто играя хочет отдохнуть. The Outer Worlds. 659 рублей. The Outer Worlds это ролевая игра, которая лично мне напомнила Fallout. И надо сказать, что это очень добротная ролевая игра. По сюжету вы очухались от долгого сна в ебенях галактики и попадаете на планету Альцион. А дальше все по законам жанра. В колонии господствует такой капиталистический режим и от ваших действий зависит, куда двинется сюжет. Решения в игре действительно влияют на прохождение самой игры, на отношение других персонажей к вам и вот это все. Отдельно отмечу очень хороший такой сатирический юмор на нынешнее общество. В общем, как я и сказал, The Outer Worlds это хорошее РПГ. Любители жанра, скорее всего, уже давно поиграли, а вот тем, кто пропустил, сие творение рекомендую. Gears 5. 181 рубль. 181 рубль. Да, это даже меньше, чем 500 получается. Gears 5 вышла в 2019 году. Это чистая смесь с мясного дума и Dead Space. Ну, вот это чисто мои впечатления. Офигенный боевик. Перестрелки в игре вообще отпад с классным сюжетом. Но самое главное, кампанию можно пройти в кооперативе. Как по сети, так и на раздельном экране. Мое личное мнение. Именно в Gears 5 у разработчиков получилось погрузить игроков в мир этой вселенной. Вот в эту атмосферу. Поэтому Gears 5 это единственная часть, которая мне понравилась. Все. Хотите нормально поотстреливать монстров в одиночку, или с корешами, или с женой, там, в атмосферном добротном боевике? Gears 5. То, что надо. Киберпук 2077. 999 рублей. Да, несмотря на то, что это Киберпук, цена в 999 рублей вполне себе нормальная. Багов по-прежнему много, игра по-прежнему далека от идеала. Но знаете, глядя на GTA Trilogy, Киберпункт с огромным миром, интересной сюжетной линией. За 999 рублей выглядит не так уж и плохо. За Косари самое оно. Devil My Cry 5. Тоже 659 рублей. Тут слова будут излишни. Пятая часть популярного слэшера от Capcom. Сами все видите на экране. Рекомендация примерно та же, что и со Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Игра чисто для расслабонов. После тяжелого, трудового дня берете геймпад. Да, советую играть именно на геймпаде. И в путь. Теперь об играх, которые нет для всех. Sims 4. Весь набор можно купить за... 40 тысяч... Ебать. Red Dead Redemption 2. 1249 рублей. Ну, как вы понимаете, дело в цене. Она немного выбивается из установленного лимита. Я сомневаюсь, что остались люди, которые не играли в RDR 2. Но если вы вдруг не играли, может вы с другой планеты, я не знаю. То не пропустите скидка 50%. На Ultimate Edition скидка 60%. Цена 1599. Тут выбирайте сами. Death Stranding. 1049 рублей. Ситуация та же. Изначально игра стоила 3499 рублей. Но сейчас со скидкой в 70% Death Stranding можно урвать за 1049 рублей. Это вообще от души. Если не хотели пропустить, но пропустили, то наверстать самое время. Deathloop. 1249 рублей. Deathloop вышла тоже не так давно, 21 сентября. И уже продается со скидкой 50%. Мы играем за киллера, который застрял во временной петле. Чтобы из него вырваться, нужно устранить 8 целей. Методом проб и ошибок, попытка за попыткой. Но PvP, как по мне, говно. Так что советую только для одиночного прохождения. Хотя, возможно, вам и PvP зайдет. Half-Life Alyx, 542 рубля. Ну, тут, я думаю, понятно, почему эта игра не для всех. Нужен VR. Я, честно скажу, сам не играл, но посмотрел кучу обзоров и прохождений. И именно Half-Life Alyx заставила меня задуматься о покупке VR-шлема. Думаю, никто спорить не будет, что это, наверное, самая лучшая игра для VR. У кого есть VR-каска, завидую. Такая игра за 542 рубля, это, конечно, мое почтение. Патрициан 3. Вы спросите, что за хуйня? Я не знаю, чуваки, но это игра моего детства. Я имею в виду первые две части. В третью я уже играл в более-менее сознательном возрасте. В Steam вроде есть и четвертая, но я рекомендую именно третью за 149 рублей. Это торгово-экономический... ну не то чтобы симулятор, но пусть будет симулятор. Хотя, наверное, это торгово-экономическая стратегия. Вы начинаете мелким торговцем, который перевозит товары. А что делать дальше, решайте сами. Перевозите товары, торгуйте, развивайте свой флот или город. На рынок товаров можно воздействовать, создавая искусственный дефицит. На корабль могут напасть пираты. Короче, в свое время эта игра произвела на меня огромное впечатление. Именно экономической системой. Кому интересно, попробуйте на досуге. Я уверен, многим зайдет, даже несмотря на говенную графику. В конце концов, всегда можно сделать рефанд. Ну и Мафию Триллдж, конечно, не забудьте. 1499 рублей. Тут вам и Мафия 2, и Мафия 3, и классические версии обеих частей, и ремастеры. Да еще и со всеми дополнениями. Да еще и ремейк. И все это за 1499 рублей. Ну тут грех не купить. А за 82 рубля еще и оригинал первой части в корзину кладем. И вообще полная коллекция получается. К выходу Мафия 4 готовы. Как вы заметили, в предыдущем списке было 6 игр, поэтому здесь будет 4. Это игры, о которых я рассказывал ранее, но сейчас я хочу внести некоторые важные изменения. Первая игра Mortal Kombat 11. На сей раз расклад сил поменялся. Я советовал Мартак в прошлый раз, но сейчас за 416 рублей можно купить весь набор. Mortal Kombat 11, дополнение и два пака со всеми бойцами. Милина, Рэмбо, Рейн, Шансун, Терминатор, Ночной Волк, Джокер, Синдл, Спаун и плюс дополнительные облики. Пушка. Sirius M комплект пак. Сейчас вдобавок к Sirius M4 можно купить набор со всеми играми и дополнениями. Sirius M, если вы не в курсе, это такой абсурдный кровавый экшен с отстрелом монстров на аренах. Если будете покупать, то рекомендую играть в кооперативе. Mount & Blade. Вторая часть стоит по-прежнему дороговато, на мой взгляд, учитывая, что игра в раннем доступе. Но, опять же, выбирать вам. Вы можете купить либо Mount & Blade 2, стоит 1444 рубля, но я бы рекомендовал Mount & Blade Legacy Collection. За 337 рублей можно купить 3 части и 2 дополнения. Причем мне очень нравится Mount & Blade огнем и мечом, потому что там вот это Русь, Москва, Иван Грозный, вся хуйня. Короче, советую. Для тех, кто не знает, что такое Mount & Blade, это смесь ролевой игры, стратегий и экшена. Персонажи мы перемещаемся по карте, выполняем разные квесты, собираем армию, завоевываем города и либо захватываем всех нахрен, либо ведем мирную политику с другими фракциями. Торговля, развитие поселений, но самое главное, все сражения и осады замков проходят с видом от третьего лица. Отдаете приказы армии, строите осадные орудия и при этом сами машете мечами, топорами, ну вот как-то так. Ну и Doom Eternal за 499 рублей. Скидос 75%. Игра в представлении не нуждается, однако многие считают, что предыдущая часть, которую я советовал в прошлых видео, лучше и по атмосфере, и по геймплею. Поэтому обратите внимание на Doom франшиз Банду. За 1134 рубля вы получаете Doom Eternal, Doom 2016 года и классические Doom. Ну и на этом все. Про телегу не забудь. На канал подпишись, лайк поставь и... и... и все. Субтитры сделал DimaTorzok